продолжаем разбор тургора суровой части сейчас миша расскажет и условия и решения вот это условия даже еще не вникал поэтому я прям буду слушать как и все я надеюсь не облажаюсь ладно это шестая задача значит какое условие у нас есть человек петя и у него есть несколько 100 долларовых купюр или 100 рублевых купюр ну 100 рублевых купюр значит вот у нас есть петя и у него 100 рублевые купюры их ровно x ну да обозначим за их вот обозначим их количество за x хорошо он покупает книги и значит если если книга стоит больше чем больше чем 100 рублей больше больше либо равно чем 100 рублей тогда он платит за эти книги только 100 рублевыми купюрами при этом он может получать сдачу мелочи мелочи но выдается в монетах по 1 рубль но она мелочь да а если у него есть книга если он покупает книгу которая стоит меньше чем 100 рублей ну соответственно тогда если у него хватает мелочи чтобы оплатить эту книгу он платит только мелочи а если не хватает мелочи тогда он отдает 100 рублевую купюру ну соответственно если она у него есть и получает соответственно сдачу опять-таки эту мелочь и обнаруживается что после того как он истратил все 100 рублевые купюры то есть у него не осталось 100 рублевых купюр но осталось какая-то мелочь он истратил ровно половину своих денег и вопрос мог ли он истратить больше пяти тысяч рублей больше ли про на чем 5000 рублей хорошо значит так я это решал в самом действии строго по алгоритму который ты писал да давайте попробуем рассчитать количество мелочи которые он может максимальная которая может получить свои дешевых книг дешевые книги от которой меньше 100 рублей значит докажем что из них он получит не больше 99 рублей мелочи значит как это делается докажем по индукции если есть одна книга ну очевидно с ней не получить больше 99 рублей мелочи потому что если она стоит один мы получаем как раз 99 а если меньше 0 невозможно новое отрезательное число вот хорошо значит пусть он уже купил он уже купил несколько дешевых книг из них получил игрек мелочи ну и игрек по нашему предположению меньше равно 99 рублей хорошо возможно у него есть еще какая-то мелочь с дорогих не купленных им но мы это пока забудем вот и значит во первых первое наблюдение вот пусть он следующую книгу дешевая которую он купит будет стоить x рублей тогда во первых x должно быть больше чем игрек ну потому что если x меньше или равно чем игрек то он возьмет вот эти 90 вот эту мелочь и оплатит x только с помощью этой мелочи количество мелочи уменьшится и предположение индукции работает хорошо пусть x больше чем игрек тогда что это значит что минус x меньше чем минус и грек но тогда ну это мы просто нажали на минус 1 прибавляем стого 100 минус x меньше чем 100 минус и грек и переносим игрек левую часть получаем что 100 минус x плюс игрек меньше 100 то есть меньше липо равно 99. Но заметим, что 100 минус x это количество мелочей, которые он получит из этой книги. А y это которое у нас уже было. И значит за вот эту книгу плюс та мелочь, которую он получил за прошлые дешевые книги, это все равно меньше, чем 100. Значит, в Windows и доказано, что не больше 99 рублей за дешевые книги. Ну и мы можем это сделать, просто взяв первым своим ходом книгу за 1 рубль. Ну да. И получил 99 мелочей. Хорошо. Теперь дорогие книги. Ну, во-первых, можно заметить, что с любой книги мы можем получить не больше, чем 99 рублей мелочи. Просто по модулю 100 остаток. Ну, 100 минус x по модулю. Значит, пусть он берет книгу за 100 рублей. Тогда он убирает 100 рублей купюр и вообще не получает мелочи. Это нам невыгодно делать. Хорошо. Значит, пусть он берет книгу за 101 рубль. Тогда он платит за нее 101 рубль, соответственно, и получает 99 рублей мелочи. И 99 это максимум, а 101 это, соответственно, минимум, который он... 99 это максимум среди мелочи, а 101 рубль это минимум из тех денег, которые он заплатит, если сделает рационально, то есть не 100 купит. Вот. И, значит, получаем... Ну, мы знаем, что он потратил ровно половину своих денег. То есть, то, сколько он получил мелочи, равняется тому количеству, которое он потратил на книге. А сколько он потратил на книге в оптимальном варианте, то есть, когда у него больше всего мелочи? Это 1, который за первая книга, плюс 101x, потому что, кажется, следующая книга стоит хотя бы 101. И это должно быть равно 99x, 99... Да, 99x это то количество, которое он получит за вот эти 101 книгу мелочи, и плюс 99, которые мы получили за колямо за вот этот 11. А что такое x, я забыл? x... x это будет количество тех книг, которые он купил дорогих. А, x это количество купленных дорогих книг. Ну да, у нас уже немножко поменялось. Ну, дешевых он купит одну, как бы. Ну, понятно, да. Значит, x он купит дорогих книг. Вот, хорошо. Значит, справа что это такое стоит? Вот это количество мелочи, а вот это количество то, что он заплатил. Они должны быть равны по условию. Вот. И тогда заметим, ну, значит, решим уравнение. 2x, это вот отсюда 2x. Ну да. Деносим из сюда вот это 1. Это значит, равно 98. И, следовательно, x равно 49. То есть, он не сможет получить мелочи больше, чем 99 на 49 плюс 99. Равно 50 на... Сколько там? На 99. Это максимальное количество мелочи, которое он может получить. Но, заметим, что вот это меньше, чем 5000. Это 4950. Ну и все. Провал. Он, значит, не сможет. Да, крутяк, крутяк. Все.